Силовики Восточного Казахстана предотвратили отправку в Сирию четырех граждан нашей страны. По данным КНБ, мужчины придерживались радикальных взглядов. Но ни один из задержанных не понесет уголовное наказание, поскольку все они отказались от своих убеждений. Почему казахстанцы продолжают рваться на чужую войну, где и как зарождаются экстремистские настроения, расскажет Тимур Ермашев. Похоже, что казахстанский контингент в Сирии продолжает расширяться. Об этом свидетельствуют новые факты задержания неудавшихся джихадистов. Так ряды ИГИЛ едва не пополнило четверо жителей Восточно-Казахстанской области. Попытка бегства из страны была пресечена силовиками. Большинство из них является молодежь. Недавно только это мы рассматривали при Акимате области. Сейчас у нас реализуется социальная карта. Каждый из этих подучетных лиц работает и решает вопрос, оказывает им содействие, чтобы они встали на традиционный религиозный взгляд. По мнению священнослужителей, сегодняшние группировки в Сирии и Ираке формируются за счет так называемых матхалитов или умеренных салафитов. Это представители религиозного течения, которое на первый взгляд кажется безобидным. Они проповедуют преданность руководителю государства, открыто не призывают к экстремизму, но выступают оппозиции официальному духовенству. Настраивают молодежь против духовного управления мусульман Казахстана, против имамов, против мечети. Понимаете, тут уже двойные стандарты. За правителя мы идем, но духовное управление мусульман неправильно их не слушать. Их направление неправильно. Имамов не слушайте, у них направление неправильно. И вот здесь, именно здесь возникает самая большая проблема. Еще большая проблема возникает, когда такие люди попадают в места лишения свободы, где они начинают распространять свои идеи среди других заключенных. В обществе уже не раз ставился вопрос о возможности изоляции осужденных за религиозный экстремизм, но этого так и не было сделано. Впрочем, по мнению работников пенитенциарной системы, в этом нет необходимости. Когда человек такой категории осужден, прерывая в наше учреждение, мы с ними проводим психолога работы в первую очередь. Мы определяем его психологический портрет с участием представителей департамента религии и других органов. На данный момент в исправительных учреждениях Алматинской области содержится около 40 человек, осужденных за религиозный экстремизм. Регулярно с ними проводят беседы представители духовного управления мусульман. Но если говорить о результатах, то к сегодняшнему дню священнослужителям удалось вернуть к традиционному исламу всего 4 человека, то есть 10%. Тимур Ермашев, Даниил Жусупов, Информбюро, 31 канал.